Завершён конкурс на разработку памятника братьям-художникам Чернецовым-Влухи. Из пяти кандидатов, которые представили своё видение монумента, жюри выбрало скульптора из Санкт-Петербурга Эдуарда Мхаяна. На макете изображены два брата, которые смотрят на мольберт с картиной. Легенду автор скульптуры ещё не придумал. Возможно, художники обсуждают готовую работу, возможно, подмечают достоинства и недостатки изображённого. Эту работу увидит много людей, не только при моей жизни, допустим, а ещё и после нас с вами, и это накладывает определённую ответственность. Недаром скульптура – это, наверное, самый общественно значимый вид искусства. Именно по той причине, что она остаётся на века. Другие работы, представленные на конкурсе, были не менее интересными. Чего только стоит классическая модель отца и сына Твердовых. Или символическая птица, созданная ивановскими авторами Демьяненко и Кауровым. Братья здесь представлены в виде ласточки, которая несёт свободу крепостной России. Художники из Новгорода Коваль и Котов сделали гранитную стелу в виде скалы, символизирующей волжские утёсы. Скульптуру Мхаяна, отметили члены жюри, наиболее выигрышно будет смотреться на центральной площади Луха, между Троицким собором и Церковью Успения Богородицы. По мнению заслуженного работника культуры Григория Голдовского, в работе Мхаяна сочетается современность и дух XIX века. Ландшафт окружающий включается как выразительный момент в сам памятник. А это очень важно, если учесть то место, где его предполагают установить с открывающейся перспективой на парк и так далее. Григорий Голдовский – автор книги о братьях Чернецовых. Ему точно известно, как выглядели Григорий и Никанор, какие их черты необходимо было отразить в работе. В последний раз братья были в Лухе в 1830-х годах. Художники были на пике творчества. Есть два бесспортных источника этого времени, 30-х годов. Один из них такой достоверный, как рисунок Пушкина на полях Евгения Онегина. Вот посмотрите, и овал лица, и особенности выражения лица, и характер прически, и предполагаемая пластика – это все достаточно близко. У Мхаяна получились фигуры аристократичные, изящные, как и сама творческая манера мастеров. Автор остался доволен. Теперь только думает, что разместить на мольберте третьей части памятника. Получились такие вытянутые, несколько вытянутые портреты, может быть, где-то удлиненный нос, но получилось так, близко к тому, что на этом наброске. А вообще мы перебрали все, что у нас есть в институте, в библиотеке, касаемо того времени. Сейчас для авторов идеи создания памятника важнейший вопрос финансовый. Бронзовая скульптура 2,5 метра в высоту – дорогое удовольствие. В ближайшее время начнется сбор средств на воплощение памятника в жизнь. Необходима помощь неравнодушных к историческому наследию людей. Мария Смирнова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.